Друзья, всем привет! С вами Гоша Грифс, проект Первая Варка, пивоварный Биар Брюк. И сегодня у нас обзор ЧБ. Возможно, вы уже слышите, что я немного простыл. И в связи с этим обзор у нас сегодня немного необычный. В русской традиции принято, когда ты простываешь, пить крепкий алкоголь с перцем. Но крепкий алкоголь я пить не очень люблю. А что я люблю пить? А я люблю пить пиво. Поэтому сегодня на мой стол, в мой холодильник попалось вот такое пиво. Это совместная варка пивоварный Коникс и Мэджор Брюкери. Мэджор? Мэджор? Мэджор пускай будет. А что можно сказать об этом пиве? Прежде всего хочу, не знаю, извиниться. Странным образом уже в какой раз в обзор ЧБ попадает пивоварня Коникс. Связано это, прежде всего, даже, наверное, не с тем, что мы каким-то образом пытаемся прорекламировать. Не отнюсь. Наше знакомство, мое и Саше, началось с этой пивоварной ровно в те дни, когда мы делали обзоры и пробовали это пиво в первый раз. Никто, конечно же, нам не платил ни за какую рекламу. Просто, думаю, это связано с тем, что в магазинах, которые есть неподалеку от нашей работы, заботится практически весь ассортимент этого пива. Поэтому нам из интересных сортов выбирать, в общем-то, не сильно приходится. Есть несколько стамбировских сортов, есть сальгансы, вот Коникс. А так как сальгансом мы уже поперепробовали всего, а Коникс это было что-то свежее новое. Итак, что же это за пиво? Это портер. Я люблю, когда простываю. Я не люблю простывать, но когда простываю, люблю пить темные пивасы. Хорошо бы, конечно, стал какой-нибудь, но портер, я думаю, тоже сгодится. Так. Старая перечница называется. Old Pepper Pot. Кажется так. Такая отвратного вида бабулька, британская, такая типичная. Кроме, в общем, похоже, который на днях случился юбилей. И, если я не ошибаюсь, исполнился 90 лет. Я слежу за монархами, знаете, как мне очень интересно. Состав. Солод светлый, солод карамельный, солод овсяный, хмель, паприка, перец, чили. Вода питьевая, пивные дрожжи. Отлично. Экстрактивность, начальность, сусло 18%, алкоголь и 7%. Ну что ж, давайте не будем долго затягивать. Попробуем, наверное, да? Да. Ещё раз. Давайте посмотрим. Бабушка. Пивоварный Мейкджер и пивоварный Коникс. Итак, открываем. Очень хорошая пена. Свет красивый. Думаю про запах. Я не тот человек, который в прослуженном состоянии стоит спрашивать. Но уж если пробьёт, так пробьёт. Ну, к сожалению, да. Нос заложен, я ничего не чувствую. Вот такой вот обзор получится. Гнусавый. Хочется носом прям в пену окунуться, потому что мы, правда, не ощущаем ничего. Но будем надеяться, что вкус этого пива я почувствую. А главное, почувствую ту пользу, которую перец с алкоголем мне принесёт. Я надеюсь, ваше здоровье. Не болейте. Очень приятное пиво. По крайней мере, пока что до меня не дошёл. Старый перец. Но о вкусе. Но начинает накатывать. Послевкусие там, где обычно ощущаются у американских индийских бледных элли. Послевкусие хмельное. Здесь начинает лезть специи активно. Что у нас здесь? Паприка, перец чили. Ну, не знаю. Но тепло в ртовой полости точно есть. Я хочу ещё заметить то, что, ну, так как я простыл, я не стал охлаждать это пиво. И оно сейчас, наверное, градусов 20. И у данного напитка, даже при такой высокой довольно-таки температуре, абсолютно не вылазит алкоголь. А это я очень ценю в пиве. Мне очень нравится, когда в пиве алкоголь не ощущается. В общем, сварено, видно, с душой. Спасибо пивоварам Коникс в очередной раз. И я даже выучил название это пивоварам Коникс, но без запинки. И так как с бешеной мышью, которая оказалась бешеным лосём, у нас получилось. И спасибо Сергею Григорьеву Мейгеру из пивоварни Майндрюк Брюери за такой прекрасный напиток. Я не знаю, станет ли он любимым для кого-то. Вряд ли, мне кажется, он довольно-таки проходной всё-таки портер. Но вполне достойный. Это был Гоша Грибс. Проект Первая варка. Пивоварный пивоварный Майндрюк Брюк. Обзор ЧБ. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Ставьте лайки. Вступайте в нашу группу ВКонтакте. Пейте вкусно и в меру. Да, я совсем забыл, ещё и инстаграм у нас есть. Можете подписаться туда. Хэштег Брюр Брю без пробелов.